Да, на прыжки, на выезды из прыжков, на сложные заходы и сложные выезды, с элемента какого-то сложного, да, и со сложного шага с выездами. Программы стали очень разнообразные, и за этим совсем приятно наблюдать, потому что они и музыкально сделаны, и технически отработаны. Как мы в начале нашей программы сегодня говорили, старайтесь смотреть объёмно. Ну а сейчас мы передаём слово нашему замечательному комментатору Василию Соловьёву, и мужчины первой группы готовы уже выйти на лёд. Технический специалист Наталья Левизова, Московская область. Ассистент технического специалиста Ольга Маркова, Москва. Наталья Левизова, Московская область. Ну вот и мужчины уже на льду. Первая их группа высыпала. Многие ждут этого момента зачастую. Одиночники – это всегда рекорд, всегда какой-то настоящий спортивный подход. Настоящее рвение, битва. Конечно, мужское одиночное катание всегда должно быть флагманом. Когда девочки начинают прыгать четверные, парням нужно задумываться о том, чтобы уже начать прыгать что-то ещё. Я не намекаю на пятерные, естественно. Но, по крайней мере, четыре с половиной оборота. Пора бы уже задуматься. А они все ориентируются на Плющенко. Надо Плющенко обгонять. Надо сделать так, чтобы ему было тяжело на чемпионате России. Ну, что будет ещё через десять лет? Что же, так просто и будет вот так вот кататься и кататься? Нет, ребята. Так дело не пойдёт. Интересная, конечно, история, как мужское одиночное катание тогда скакнуло вместе с Евгением и с Алексеем. Так вот и не угонишься. А надо бы. Вене Плющенко сегодня будет кататься предпоследним. Первым будет кататься Жан Буш. След за ним Артур Дмитриев, Александр Самарин, Феодосий Ефременков, Владислав Сизганов, Андрей Лазукин. Сложный был отбор в этом году. По новым правилам. С прошлого года мы не увидим многих спортсменов, к которым даже в какой-то мере привыкли. В спорте, в одиночном мужском катании Горшков в пары перешел. Что-то нет на этом турнире Бариева, Ковалева, Самохина, Степанова. Есть подозрение, что не собирается дальше кататься. Хотя я вот с Иваном Бариевым разговаривал в начале сезона. Не было у него таких вот желаний заканчивать наоборот. Строил планы. Григорьев и Третьяков можно с большой долей вероятности сказать, что закончили. Ну и здесь. Зато участники теперь, которых мы впервые видим здесь. 18 человек же где-то надо набрать. Видите, как рано у некоторых спортсменов заканчивается их спортивная история. 20 лет, 22 года. Уже откатался и не видно. Евгений Плющенко 30 лет. Все еще катается. и строит планы. Ну, а что тут было делать? До окончательной разбирки осталось наоборот. Жан Буш который сейчас будет открывать эти соревнования тренируются у Алексея Урманова и Ангелина Туренко в Санкт-Петербурге несколько недель назад на мемориале Панина занял второе место ну и не добрался до призов на этапах серии Гран-при два года назад Жан Буш стоял на пьедестале чемпионате России получил бронзу тогда в Саранске кардинально ничего с тех пор не изменилось нужно как-то оказывается новый уровень переходить как это сделать вот в чем вопрос в Санкт-Петербурге который Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» КОНЕЦ 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 Ну что ж, Артур тоже замахнулся на четверной. Не так-то это просто начать свою короткую программу с четырех оборотов-то. Бывает же такое, да? Одновременно похож и на маму, и на папу, и на актера Смоленинова. Удивительно, конечно. Очень элегантный юноша, и ему, конечно, эта программа, мне кажется, идет. Тройной аксель, чистенько, высоко. И, я бы даже сказал, так как-то вот по-деловому. Ну, каскад 3-3 с Луцом исполняется спокойно. Да и на четверной у него были силы. Мы просто вот сейчас не посмотрели повтор, а в принципе-то... То есть он, конечно, выкручивает этот четверной, но он просто не совсем точно приземлился и стоять уже не мог. Ну, он хорошо справляется с этим своим ростом таким огромным для фигуриста. Прекрасно. 39, 73, 78. Окончательный результат. Короткую программу исполняет Александр Самарин. И на льду Александр Самарин. Ну, блин, таки молодой парнишка. 14 лет. Тренируется у Инны Гончаренко в ЦСКА. Много лет уже. В этом году он на юниорском гран-при выиграл две бронзовые медали, но... К сожалению, финал таким образом не пробился. КОНЕЦ 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 Играет музыка. Играет музыка. Два года он выступает на различных международных турнирах в качестве члена сборной. Такой серьезный парень. Луч-тулуп в начале программы. Вот так на выезде немножко, конечно, пришлось на зубцах засесть, но... Там была возможность выкрутиться. Там был флип. Это на аксель 2,5 оборота с красивым выездом. Работает легко, с азартом и со вкусом. Но в дорожке шагов разнообразен. Обожаю этих серьезных взрослых людей в возрасте 14 лет. 65-34. Таким образом, Жанна Буша, он обыгрывает. Но у Артура Дмитриева, конечно, вторая оценка. В данной ситуации неубиваемая по сравнению с Александром Самариным. Феодосий Ефременков далее на льду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 что вот он какой-то мега такой собранный пружинищей, то есть у него и тройной аксель был как будто бы такой, знаете, вот без разгона с места, вот взял, да, ну у него был сложный заход, но это особенности техники. Вот здесь вот, не знаю, видите ли вы или не видите, но Луц, Тулуп, ну тоже люди были исполнены, но практически без хода вперед, вот он так ехал, ехал, потом раз, Тулуп, Луц, Тулуп, так получилось, что выезда у Тулупа нет, но он практически на месте был исполнен вкрутку, и затем еще был Риттбергер, ну и все, получалось, 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 а потом вот и в таком же стиле, когда этот пошел заход на вращение, на последнее, не случилось. И вот это вот могло произойти с любым из элементов, и с этим, и с другим, ну произошло с вращением, потому что проблемы с концентрацией, они, конечно, всегда вылезают в самом конце. Тяжелее всего это держать. А тем не менее могло бы получиться хорошо, ведь все элементы были выполнены чистенько. Чудо не произошло. 65-81. В данный момент второе место, но впереди еще 11 участников. 13. В завершение этой группы Андрей Лазукин. Группа Алексея Николаевича Мишина выстроилась возле бортика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ 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 Сложное вращение поставлено в самый конец программы. Одна позиция сменялась, другой сменялась, сменялась, сменялась. Да и все смениться не успели. Чем чревато исполнение вот таких сложных вращений в самом конце программы. Велика вероятность вместо четвертого уровня, на который явно пытался натянуть это вращение спортсмен, получить весьма вероятность, что первый из-за малого количества позиций и оборотов, которые он успел сделать до окончания музыки. Да и еще и получить отдельный минус от судей за то, что все это не уложилось в музыку. Очень быстро посчитали судьи. Сейчас результат Андрея Лазукина, я так смотрю. Еще повторы не закончились, а у них уже, по-моему, все готово. Да, 60-41. Меньше, чем у Жанна Буша. Больше, чем у Феодосии Ефременкова. В данный момент предпоследнее место. Ну что ж, следующие шестеро на льду. Вы видите результаты на 8 баллов, опережает ближайших преследователей Артур Дмитриев. Но это пока что только начало. Напротив его фамилии нужно было бы еще написать. Напротив его оценки он замахнулся на четвертой. Но, впрочем, не только он, кроме четверного Артур много еще чего сделал. Адьян Питкеев, Александр Петров, Константин Меньшов, Артем Лежиев, Артур Гачинский и Сергей Воронов. Вот эти участники у нас составляют вторую группу. И будет еще третья после заливки льда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14-летний Адьян Питкеев. По-моему, самый молодой здесь участник. Если не изменяет память. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 98-го года рождения. 14,5 лет ему. Ну, я имею в виду, мужском одиночном катании. Самый молодой. Тренируется у Этери Турберидзе и Сергея Дудакова. И в чемпионате России таким образом участвует в первый раз. Вообще, с возрастом у нас тут такая ситуация получается, что, как я уже говорил, несколько взрослых фигуристов взяли да и закончили. А многие молодые, что подоспели. Действительно хороши в юниорах среди других юниоров. И пока, конечно, могут не дотянуть до взрослого уровня. Вот у девушек, в частности, будет завтра. Мы с ними познакомимся в короткой программе. Такая ситуация, что из 18 участниц номинально за три путевки на чемпионат Европы будут бороться только 7 человек. Номинально, формально, по документам. Такое суровое омоложение состава происходит. Ну, хотя не всегда присутствуют эти совсем молодые парни или девчонки 14-13 лет среди участников взрослого чемпионата. Далеко не все из них выезжают в итоге на взрослый уровень. Ну, довольно-таки любопытно и забавно то, что у нас на этом, в этой группе участников, в этой конкретной разминке два человека просто в тельняшках. Одна, правда, со стразиками. Такой гламурный моряк из кругосветки. А может быть даже с яхты Романа Абрамовича, я не знаю. Но, тем не менее, морская тема присутствует здесь сейчас. Один из немногих, кто выехал таки удачно из юниоров, из вундеркиндов, я имею в виду, это Артур Гачинский. Прекрасно себя здесь чувствует уже в который раз на этом чемпионате, да? Не могу по памяти, но лет 7 уже, наверное, да, Гачинский принимает участие в чемпионатах России среди взрослых. А он еще так отчаянно молод. Сейчас я посмотрю его по списку. Может быть, у страха глаза велики? Ну, почему? Почти не обознался. В сезоне 2006-2007 годов он впервые выступил на чемпионате России. Шесть лет назад. Ровно шесть лет назад. Был тогда 14-м. Ну, а сейчас он двукратный серебряный призер взрослого чемпионата России. Движется вперед. Итак, Адьян Питкеев будет кататься первым. На юниорском гран-при в этом году занимал шестое, восьмое места. На этапах кубка был пятым и однажды вторым по КМС. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА